Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня буду обрабатывать трубочки. У меня тысяча штук вот таких вот толстеньких трубочек, накрученных на спицу полтора, полоса 15. Это газетный край. Значит, что я буду смешивать для обработки сейчас. Это дюфалекс аква бесцветная. Это акриловый лак. В данный момент у меня вот такой лак. Люксенс мебельный полуглянцевый. Вот. Это, естественно, обычная вода. И добавлю немножечко вот такого вот масла. Масло для защиты полков в банях фирмы Зервуд. Для начала беру дюфалекс и хорошенечко его размешиваю. Прям хорошенечко поднимаем все акриловые частички. Вот такой вот венчик. Увидела на канале у Тамары Живняк. Она показывала. Я тоже купила. Очень удобно. Так. Размешала. Так. Она ведь такая вот густая. Так. Беру емкость, в которой буду смешивать. Так. У меня тысячи трубочек. Буду брать вот таким вот совочком. Так. Возьму, наверное, я пять ложек дюфалекса. Дюфалекса. Значит, у меня в одной ложечке 60 грамм. Я вот так ее не помню, чтобы. Так. Ну, так будет. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Пять. Так. Пять ложек дюфалекса. Сейчас сразу, наверное, добавлю водичку сюда. Размешаю. Возьму также пять частей воды. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять частей воды. Сейчас сразу ее размешаю, потому что она все-таки густая. Так. Прям хорошенечко-хорошенечко размешиваем, чтобы никаких комочков у нас не было. Размешала. Теперь беру акриловый лак. Люксенс. Вот такой у меня. Так. Открываю. Этот лак, кстати, на такую пленочку создает сразу. Так же размешиваю обязательно. Этот лак очень жидкий. Он прям как вода вот такой. Возьму точно так же пять частей. Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять ложек лака. Так. Опять перемешиваю. Сейчас покажу состав по консистенции. Можно даже еще пожиже, потому что, скорее всего, я буду проводить еще вторую обработку. Вот. Ну, уже так намешала. Будет нормально. Так. Сейчас я покажу вам консистенцию. Вот. Видите, она льется вот так вот. Как жидкий-жидкий кефир, скажем так. Вот. Так. И возьму немножечко масла для дерева. Вот такое. Масло можно любое. Главное, чтобы оно было осветленное. Значит, что дает масло? Не знаю. Надо взбалтывать, не надо. Ну, я все взбалтываю. Что дает масло? Ну, во-первых, масло, оно удерживает влагу внутри трубочки. Вот. И, во-вторых, не дает трубочкам особо слипаться при обработке. Вот. Но поскольку я буду их высушивать, я просто добавлю масло, чтобы трубочки у меня меньше слипались во время обработки. Так, значит, у меня здесь где-то 800 миллилитров пропитки. Значит, сколько я возьму масла? Так, ну, где-то... Ну, вот если видно. Немножко, много не буду брать. Ну, где-то столовая ложка, наверное. Вот. Я думаю, это будет вполне достаточно. И хорошенечко опять все перемешиваем. Пусть состав немножечко постоит. Хотя бы минут 10, да, чтобы все компоненты как бы смешались между собой. Хотя это, может быть, и не обязательно делать. Я почему-то именно сейчас так решила. Раньше как-то сразу намешала и сразу начинаю обрабатывать. Немножко времени прошло у меня. Ну, может, минут 15. Так. Опять размешиваю свой раствор. Подготовила вот такие вот ведерки пустые. В них буду ставить трубочки. Я что, так привыкла? Ну, мне удобно. Предварительная сушка, скажем так, да? Вот. Потом уже выложу их на сушилку. Ну, все поэтапно. Так, все. Размешала. Обрабатывать можно прям на столе, застелив клеенкой. У меня есть такой пакет одноразовый. Потом просто сверну и выброшу. Так. Беру небольшую партию трубочек. Ну, сколько помещается в руке у меня, скажем, да? Вот. Вот так сейчас поставим. Кисточка. Это самая дешевая кисточка из Леруа Мерлин. Макаю в раствор. И начинаю вот так вот трубочки обрабатывать. Прям пропитываю хорошенечко, потому что трубочка у меня толстая. Посмотрим, хватит ли мне 800 миллилитров раствора на такое количество трубочек. Напоминаю, у меня тысячи штук. Прям вот так хорошенечко, хорошенечко вот в этой руке перебираю, да? И вот так как бы втираю в трубочки. Может быть, можно было даже чуть пожиже развести. Так. Теперь переворачиваю. Вот эти кончики я тоже обрабатываю. Я знаю, что кто-то их не обрабатывает, потому что оно как бы срезается, да? Вот. Ну, я обрабатываю все полностью. Так. Сколько нужно вот раствора, скажем, да, для партии трубочек? Ну, это по ощущениям. Так вот видите, что трубочка впитала в себя. Так достаточно. Ну, вот, я думаю, хватит. Вот так, может, немножечко их в руках пошибуршить. Так. И ставлю ведерко с круткой вниз. Вот так вот. Так. Веру следующую партию. То есть я сначала обрабатываю вот эту часть со стороны раструба. Держу за скрутку. А потом уже поворачиваю. То есть вот так вот обильно, не жалеем пропитку. Чтобы состав проник полностью в нашу трубочку. Так. Переворачиваю. Можно в лоточке обрабатывать. Да, я вам в прошлом видео показывала, что лоточек можно застелить пленочкой или пакетом. Да, обработать трубочки. Потом просто свернуть пакет, выбросить. И лоточек будет чистенький. То есть здесь уже на ваше усмотрение. Кто-то, я знаю, что в один слой обрабатывает. Так вот кладут трубочки вот в один слой. Вот так вот, да. И начинают обрабатывать в один слой. Ну, мне вот так удобно, в принципе. Так. Перемешиваю. Так. Ставлю ведерко. Так. И беру следующую. Можно, кстати, посмотреть уже, как первая партия. Нет, первая еще не готова пропитывать. Так, сейчас немножечко обработаю и включусь. Вот я уже три партии обработала. А теперь возвращаюсь к своей первой партии. Вот видите, потихонечку белый налет уже уходит. Поэтому я чуть-чуть так вот пошебуршу. Разделю как бы трубочки. Не даем трубочкам слепаться. Вот ведерко, конечно, хорошо сушить. Единственный момент, что вот они как бы сверху подсыхают, да. Вот верхняя часть, которая на воздухе. А нижняя еще, видите, не готова. Вот. Поэтому я их вот так вот пошебуршу. Сейчас посмотрю вторую партию. Можно ее уже шебуршить. Можно вторую партию чуть-чуть пошебуршить. Вот так вот. Так, что у меня здесь? Волосы кошачьи. Так. То есть все время я делаю вот так вот, да. То есть я обработала, скажем, партию, да. Возвращаюсь к первой шебуршу. Ставлю. Потом обрабатываю следующую. Опять возвращаюсь к первой, смотрю как что. Потом вторую шебуршу. То есть постепенно вот так вот. Все время делаю. Так. Можно третью чуть-чуть вот так пошебуршить. Легка. Да. Все. Продолжаю обработку дальше. Так. Вот у меня четвертая партия уже готова. Немножечко вот так вот их сделаем. Смотрим, чтобы наш состав был на всех трубочках. Так. Так. У меня всего четыре ведерка. Так. Отставляю. Четвертая. Так. Вернемся к первой партии. Вот видите, они уже такие рассыпчатые. Рассыпчатые, вернее. Вот. Практически уже белый налет уже весь впитался. Ну, будет еще постоять. Вот в таком состоянии. Так. Беру вторую партию. Тоже, видите, сверху белый налет уже ушел. Так. Могу их, наверное, переставить в первое ведерко, чтобы мне освободить. Трубочки рассыпчатые. Так. Все. Отставляю. Так. Посмотрим на третью партию. Так. Вот здесь уже можно их разделить. Так. Видите, какой длительный процесс? Вот. Но мы же хотим, чтобы наши трубочки не слиплись. Да? Так. Ну, все. Так. Эти пусть пока еще отдельно стоят. На них еще, видите, белый налет еще есть. Так. Четвертая партия. Ну, можно вот так ее чуть-чуть пошевуршить. Ну, она пусть стоит. То есть все время вот так вот по кругу возвращаюсь. Каждая партия. Вот эту скоро уже понесем на сушилку раскладывать. Так. А я пока продолжу. Беру следующую партию. Кстати, пропитку лучше вот иногда перемешивать. Потому что я же кисточкой беру сверху, да? Я не макаю ее до конца. Вот. Все. Можно еще раз перемешать. Можно дальше обрабатывать. Перемешиваю. Много взяла. Можно положить вот так на стол. Кто-то, кстати, говорил, что нужно в одном направлении, как бы, да? То есть вот или вот так вот, или вот так вот. Не помню как. Вот. Но, по-моему, это никакой роли не играет. В каком направлении двигать кисточкой. Главное, да, не заливать вовнутрь. Раз труба, конечно, пропитку. Раз труба нам еще пригодится. Чистичка лака. От ведерка, что ли. Так, переворачиваю. На другой стороне. Можно вот так еще собрать пропитку со стола. Вот так вот обрабатываем. Так, обработали. Кто-то еще вот так вот делает. Убирает излишки. Ну, они сейчас все впитаются, на самом деле. Так. Так, беру ведерочка освободившаяся. Ставлю. Так. Посмотрим нашу первую партию. Так, что у нас там снизу? Здесь у нас, вернее, первая, вторая. Ну, вот, практически состав уже впитался. Ну, пусть еще постоит немножко. Так. Смотрим вот эту партию. Так. Так. Еще пусть спокойно стоит. Вот так вот в свободном. Места не хватает, видите? Так, вот эту еще рано смешивать. Она вот еще... Вот это практически сухая, вот я чувствую, сверху, да? А это прям видно, что она еще влажная. То есть, видите, они еще к друг дружке пытаются прилипнуть. Но мы им этого не даем сделать. Так. Так, сейчас уже первую партию, вот эту вот, я могу положить на сушилку. Вот так поставила на пол сушилку. Вот беру первую партию. Так, и сейчас я ее положу сушиться. Вот так вот раскладываю. Вот видите, трубочки уже рассыпчатые. Если какие-то слиплись, можно разделить. Вот, но в целом они уже рассыпчатые, хорошие. Пока раскладывала, немножечко времени прошло. Сейчас посмотрю четвертую свою партию, последнюю, которую я обрабатывала. Можно чуть-чуть их вот так разделить. Потому что трубочки уже начинают впитывать в себя раствор. И пытаются слипнуться. Так. Сейчас вот так мы их разделим. Аккуратненько. Вот еще немножечко тоже пытаются слипнуться. Вот, но когда с маслом, они не так сильно слипаются. Так, это была как бы последняя партия, да? Так, посмотрим, что у нас здесь. Вот. Так, это вторая, по-моему, да, у меня? Или третья? Я уже запуталась в своих ведерках. Вот, это, наверное, третья. Судя по цвету. Да. А может, вторая. Да, вот это по суше. Вот это, наверное, была вторая. Это вот третья. Вот она, видите, практически уже вот, практически впиталась. Так. Немножечко постоит. Потом я вот эти две смешаю. Так, а у меня освободилась четвертая ведерка. И я продолжаю обрабатываться. Опять перемешаю раствор. И все. Вот так вот. Делаю абсолютно то же самое. Да, я думаю, должно хватить мне пропитки. 800 мл примерно на тысячу трубочек. Так что экономить не буду. Буду как следует их пропитывать. Хотя, знаете, для того изделия, которое я буду плести, мне не нужны супер-пупер какие-то эластичные трубочки, которые завязываются в узлы. Никаких кренделей я из них вязать не буду. Но все равно, в любом случае, трубочка должна ложиться будет ровно, без заломов, без трещин. Поэтому хорошенечко все обрабатываем. Все выращиваем. То есть, вот я не засекла время. Сколько у меня занимает обработка тысяч трубочек. Надо, конечно, засечь. Чтобы учитывать свое рабочее время. Сколько мы тратим на то или иное действие. Потому что, конечно, при оценке изделия, если мы его плетем на продажу, нужно знать, сколько времени у нас уходит на работу. То есть, не только себестоимость материалов, а еще и время нашей жизни, скажем так. Она тоже стоит денег. Так. Вот так чуть-чуть их перемешиваем. Так, где у меня скрутка? Вот она у меня. Так, беру освободившуюся ведерко. Ставлю вот так вот. Так, сейчас вернемся. Так, где у меня? Вернемся вот к этому ведерку. Хочется вам показать весь процесс. И у меня все не помещается вот в камеру. Потому что камера стоит у меня прям передо мной. Так, посмотрим. Вот, смотрите, они рассыпчатые. Красота. Так, ну, здесь все нормально. Так, сейчас посмотрим, можно ли их соединить со следующей партией, чтобы освободить ведерочко. Так. Ну вот, здесь тоже, в принципе, сверху впиталась. Я бы, конечно, еще немножечко подержала, но мне нужна следующая ведерка. Так. Разделяю, если слиплюсь. Нормально. Так. Соединяю вот с этими. Если у вас много ведерок, можно, конечно, они еще не соединять, а так вот постепенно переходить от одной к другой партии. Так. Ведерочко освободилось. Посмотрим на предпоследнюю, что мы обрабатывали. Разделим. Видите, я вам показываю весь процесс от начала до конца. То есть, что я делаю с ними. Да? Это из серии, сколько нужно сделать движений, да? Так. Польша буршила. Так. Посмотрю сейчас последнюю, то, что я обрабатывала. Ну, они еще влажные. Так. Все, можно обрабатывать следующую партию. И я думаю, что вот эту обработаю, и уже вот эту можно будет отнести на сушилку. Так. Вот я ее обработала. Ставлю ведерко, освободившееся. Сейчас вернусь к предыдущей партии. Посмотрю. Так. Ну, вроде слившихся здесь нету. Так. Ну, вот. То есть, вот так я ее прям вот. Рассладываю. Так. Предыдущую посмотрю. Ну, вот эта совсем уже хорошая. Так. Ну, пусть немножко постоит. Так. И теперь вот эту партию, я думаю, что можно уже нести на сушилку. Так. Посмотрим. Вот, видите, они уже все впитались. Так. Несем на сушилку. Так, беру ведерочко свою. Сейчас я предыдущую партию тоже еще посмотрю. Так. Как она у нас здесь. Ну, отлично. Отлично. Так. Выкладываю следующую. Сейчас я посмотрю предыдущую. Может быть, ее тоже можно уже. Чтобы освободить ведерко. Да, ее тоже можно. Она рассветочная, хорошая. Все, идем дальше обрабатывать. Ну, два ведерка освободилось. Так, сейчас вернемся к двум партиям. Я чувствую, что телефон я после съемки буду оттирать его аспиритом. Потому что у меня весь в лаке сейчас будет. И телефон, и селфи-палка. Сейчас все будет у меня в лаке. Так. Так. Следующая. Это еще влажная. Вот она вся. Но все равно можно немножко пошебуршить, разделить. Так. То есть все время так вот по кругу и ходим. Только одной партии, потом к следующей. Потом обрабатываем, возвращаемся к предыдущей. Ну, по крайней мере, я так делаю. Так. Все, продолжаю. Не забываю перемешивать раствор. И беру следующую партию. Так. Ставлю ведерко. Возвращаясь к предыдущей. Возвращаясь к вот этой вот. Вот эта уже вообще хорошая. Так. И продолжаю. И так вот до самого конца. Вот эту первую партию, я думаю, можно уже вместе вот так соединить, пошебушить немножко. И соединить вместе. Так. Эту продвигаем. Она еще пусть полежит. Так. Беру следующую. Следующую. Здесь уже готова такая. И я ее вот так вот распитываю. Так. Сейчас я посмотрю следующее ведерочко. Вот это вот. Может быть, его тоже уже можно положить. Ну, в принципе, да, можно. Вот так вот, свободно. Положу его. Если что-то слиплось, отделяем сразу. Не забываем перемешивать трубочки предыдущие, которые стоят, еще сохнут. Разделяем их. Так. Так. Следующая была вот эта. Но это еще вот не впиталось. Пусть впитывается. Так. И опять перемешиваем. И продолжаем. Вот пока пауза, ведерки закончились, некуда вкладывать, можно подойти к трубочкам и немножечко их пошебушить. еще раз убедиться, что ничего у нас не склеивается. Так. Еще раз убедиться, вот так. И потом так же опять смешаю. Чуть-чуть здесь вот сдвину, вот эти сюда. Вот эти вот сюда перенесу. вот эти подвину. И здесь уже будет следующее. И периодически буду подходить вот шебуршить их. Все по кругу пошебуршила. Возвращаюсь к ведеркам. То есть оставлять трубочки без внимания мы не будем. Вот видите, сколько раз мы, скажем, беремся за одну трубочку. очень много раз. Так. Вот так вот, чтобы доступ воздуха, чтобы у них был. Последняя партия у меня. Тысячу штук мы обработали с вами. Периодически подхожу к сушилке и проверяю трубочки ворошу. Но здесь тоже, знаете, такой момент тоже очень важно. Вроде мы должны ворошить трубочки, да, подходить, не давать им слипаться. А с другой стороны, лишний раз тоже это не надо делать, потому что пленочка начинает образовываться, да. А мы подходим, начинаем ее тормошить. Тоже, как вы действуете, вот золотую середину нужно просто поймать. Ну, это все в процессе. Так, ну вот. Так, складывать на них некуда, положу пока так. А сейчас посмотрим, сколько осталось у нас раствора. Так, ну здесь, наверное, я думаю, грамм 150 у меня осталось. Да, то есть, если изначально было 800, так, минус 100 700, минус 50, 60, то есть, на 1000 трубочек у меня ушло вот 650 миллилитров. Ну, это так, примерно, да, то есть, я как бы, примерно сказал, что 800, может, это больше было. Так. Все, сейчас вот эти немножечко попорошу. Там на сушилке местечко освободится у меня. И положу остальные трубочки досыхать. Вот я уложила свою 1000 трубочек. Вот эти уже просохли хорошо. Вот, последняя партия я буду подходить немножко так вот шебуршить. Вот, поменяла перчатки, кстати. Надо было, конечно, чуть пораньше это сделать, потому что к перчаткам лак пристает. Вот. И цепляется за трубочки. Вот. Если вы слышали звук, это коты пробегали мимо. Вот. Конечно, лучше класть в один слой. Да. Вот. Но если я эту сушилку разложу в два раза, я здесь вообще не пройду тогда. Вот. Купила, кстати, вот такую сушилку в Фикс Прайсе. Вот. Но она такая легкая. Я просто, если на нее положу трубочки, коты моментально ее перевернут. Вот. Поэтому я сушу вот так вот. Вот. Видите, что творится? Вот задний следующий пошел. Сейчас третий пробежит. Ой, весело у меня. Так. Ну все. Сейчас трубочки мои просохнут. Вот. И я думаю, что я обработаю их второй раз. Буду обрабатывать чистым лаком. Вот. А потом уже буду увлажнять. Пропитку, которая осталась, вот, я закрываю и убираю. С ней ничего не случится. Будет стоять просто в комнате. Здесь вот. Трубочки мои просохли почти до самого конца. Вот так вот они скрипят. Говорят, что это происходит, если мы добавляем состав масла. Вот. Но я помню, на самом деле, очень давно, когда я обрабатывала трубочки вот не дефолексом нашим, да, а немецкой дюфой. Дорогой которой. Вот. Они тоже так же скрипели. В последнее время я обрабатываю трубочки дважды. Первый раз это, который я вам показала. А второй раз чистым лаком. Ну, если лак, конечно, совсем жидкий, да, какой-то у меня вот Люксенс, да, или ВГТ, он тоже жидкий, и можно в чистом виде обрабатывать. И я сейчас вот думаю, нужна ли этим трубочкам вторая обработка, учитывая то, что изделие будет стоять в комнате. Это первое. И второе то, что я не буду этими трубочками выписывать какие-то кренделя. То есть там будет обычный ситец и обычная веревочка. Я вот вчера увлажнила несколько трубочек вот этих. И сейчас мы с вами посмотрим, достаточно ли вот этой одной обработки. Так, ну вот я просто, наверное, сейчас... Вот так вот трубочка, вот она мягкая, вот она. Так, сейчас мы с вами ее вот так вот намотаем. Так, и вот я на нее сейчас смотрю. Да, я вижу небольшие, как бы, ну, небольшие трещинки вот в местах сгиба. Поэтому вторая обработка все-таки нужна. Вот, и сейчас вот этим и займемся. беру свой лак люксенс. Так, размешиваю. Здесь уже ничего не вымеряю, можно прямо из банки. Я просто хочу для себя понять, сколько у меня уйдет лака. Так, ну вот возьму сейчас две ложки. Вот так вот. Потом добавим, если что. Так. И действую по тому же самому круговому принципу. Прям вот немножко буду наносить, много не надо. Прям тонким-тонким слоем. То есть, если пропитку мы наносили прям обильно, то лак обильно наносить не нужно. Прям тонким слоем. Но так, чтобы лак покрыл все-все трубочки. Вот видите, сколько я беру? Прям чуть-чуть совсем. Вот так вот по шебуршу. Чтобы кончики тоже у нас были в лаке обязательно. так, ну вот вроде. Вот видите, они блестят. Все, и ставлю ведерко. действую по тому же самому круговому принципу. Партию обработала, вернулась к первой, пошебуршила. Взяла следующую партию, обработала, вернулась ко второй, пошебуршила, потом к первой, пошебуршила. То есть, как пленочка схватится, можно будет уже убрать на сушилку. Можно феном подсушить. И я заметила, что вот именно вот этот люкс, он такую хорошую пленочку дает. вот так вот шебуршим. И вот ставлю ведерко. Так, весь процесс я, конечно, показывать не буду, да? Вот, но я думаю, что принцип понятен. перчатки лучше, конечно, почаще менять, потому что лак засыхает и потом будет оставлять такие беленькие штучки на трубочках. Вот еще раны еще шебуршить. Где-то процесс идет значительно быстрее. Ну все, я тогда дальше обрабатываю. Потом уже покажу, что получается. вот четыре ведерка сделала. Сейчас немножечко пошебуршим. Первую партию. Вторую. Не даем трубочкам слипаться. наносили тонким слоем, поэтому в принципе он сейчас будет высыхать быстро. Так, третью. Вот, но все равно конечно нужно следить за тем, чтобы трубочки не слиплись. Так, четвертую еще рано шебуршить, но пошебуршу. Вниз ведерко ставлю с круткой. Решила все-таки разложить свою сушилку. Укладываю трубочки в один слой. Вот, которые были первые, потом следующие. то есть вот так вот поочередно. И сейчас пока буду обрабатывать следующие четыре ведерка, да, буду подходить и чуть-чуть вот их так вот прошить, но не сильно, потому что пленочка должна прихватиться. Вот моя первая партия просохла. Я немножечко ее так вот сдвигаю. можно покучнее, они уже не слипнутся. Все, и кладу следующую партию. вот так вот в один слой. Вот у меня последняя партия. Лак закончился. Я, кстати, еще добавляла 30 грамм лака, пол ложечки. Значит, теперь можно посмотреть, что на тысячу вот таких трубочек две с половиной ложки ушло. Значит, 60, 60, 120 и 30. 150 миллилитров лака неразбавленного жидкого люксенс у меня ушло на тысячу трубочек. так, сейчас вот эти по-шебуршу ведерки, которые у меня на столе, и пойдем на сушилку. Посмотрим с трубочками. так, не видно, что я делаю, да, но я шебуршу. Места просто нет, уже не знаю, как поставить селфи-палку. Так, вот я первую партию уже сложила, прям так вот кучкой. Так, вот эти сейчас соберу. Это наша вторая партия. так, и можно уже тоже будет их так вот разложить там. Они уже тоже просохли. Так, немножечко подлипло. Вот, но их можно пока вот так более свободно разложить. Все, и укладываю уже последнюю партию в один слой. Вот, разложила я последнюю партию свою в один слой. Слишком часто их не нужно шебуршить, чтобы не нарушить вот эту защитную пленочку, которую нам создает лак. Вот, последняя партия у меня уже просохла, уже ничего не прилипает. Вот, что еще я говорила, вот эти вот белые штучки образуются на трубочках, их отчего это происходит? лак сохнет очень быстро, и когда мы обрабатываем маленькую партию, они просто не успевают налипнуть, а когда идет такая большая партия, лак высыхает и прилипает и к перчаткам, и к поверхности, вот, и эти штучки вот цепляются на трубочки. Ну, выход только один, это менять перчатки, скажем, каждые 300 трубочек, например, да, и менять поверхность. Ну, я опять свою сушилку собрала, трубочки уже не прилипают. Еще хотела знать, что, один момент, на который я, в принципе, особо внимания не обращаю, но, наверное, надо. Значит, что написано на лаке у производителя? Так, сейчас сфокусируем. Вот. Время высыхания. Межслойная сушка не менее часа. Ну, это понятно, мы в один слой, нам это не надо. Так, дальше. Время высыхания на отлип один час. Ну, трубочки сохнут быстрее, это если бы мы покрывали, скажем, фанерку, да, то понятно, что на отлип один час. Дальше читаем. Поверхность готова к эксплуатации 48 часов. И вот я сейчас думаю, давайте попробуем сделать все по технологии производителя. То есть, написано 48 часов, значит, 48 часов. Все равно сейчас рабочая неделя, да, мне будет некогда этим заниматься. Выжду я 48 часов, то есть, двое суток, да, а потом будем уже увлажнять. Вот, я говорю, я так вот никогда не делала обычно, обработала лаком, да, и где-то уже там, думаю, высохла, ага, ну, и часов там через пять уже иду увлажнять. Вот, ну, сейчас вот попробуем сделать все по технологии. Ну, вот я вам показала, как я обрабатываю трубочки на сегодняшний день. Почему я говорю на сегодняшний день? Потому что вот сейчас у меня вот есть дюфалекс, я обрабатываю дюфалексом. Сейчас он у меня закончится, я попробую какой-нибудь другой состав. Даже тот же дюфалекс, он может отличаться, да, вот я заметила, что в маленькой баночке он более жидкий, в большой банке он более густой. Тут зависит и от изделия, которое вы будете плести, да, какие у вас трубочки, тоненькие, толстенькие, от региона, где вы проживаете, то есть продается у вас какой-то определенный продукт или нет. И каждый мастер, он в любом случае подбирает рецепт под себя, да, то есть кому-то нравится, скажем, там, биотекс, да, он говорит, ой, биотекс, классно, а другой говорит, нет, биотекс, вы что, лучше вот, евротекс он лучше, да, то есть единого рецепта не существует. Здесь главное понять самый принцип, да, то, что мы должны, во-первых, трубочку сначала пропитать хорошенечко пропиткой, да, и чтобы эта пропитка создала нам защитную пленку на трубочке, да, то есть один раз будем обрабатывать, два раза будем обрабатывать, то есть все методом проб, ошибок, вот как-то так. Первое время я вообще обрабатывала только лак-вода и все, и в принципе меня трубочки очень даже устраивали, так что пробуйте, экспериментируйте, в следующем видео я покажу вам подробно, как я увлажняю трубочки, вот, а на этом, наверное, все, если вам понравилось и видео было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, всем спасибо за внимание, до свидания. и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok